Подписи собирала. Со всего подъезда некому было собрать. Это последствия ноябрьского урагана. Ураганный ветер снес шифер и теперь на его месте пустота. Ноябрьский дождь, а уже несколько месяцев и снег. Все залетает в квартиры. Вот тазики так и не убрала, она вылила и поставила. Вот все, сначала и почти вон куда все. Тут тоже и тазики, и все на свете стоит. Здесь бежит, уже эти промокают. А, ну по швам видно. И по швам все бежит, ага. И в спальне я уже оторвала эти обои, другие купила. Ну, кого сейчас лепить-то? Хозяйка квартиры спасается от потопа как может. В свои 70 после трех инсультов и трех инфарктов ей совсем непросто собирать воду и выливать тазики с водой. Социальный работник помогает. Правда, приходит он два раза в неделю. Местные власти не спешат помочь решить проблему. Хотя, по словам хозяйки и соседей, к ним неоднократно обращались. Социальная защита сказала в Павловске, все закупите, шифер, бригаду наймите, значит, кран наймите и принесите нам чеки, мы вам проценты заплатим. Ну, я куда пойду, я на улицу не выхожу. Я не выхожу на улицу. То гололед, то я по снегу не могу, то по грязи не могу. Уже несколько раз падала. За решение проблемы пенсионерки взялась ее сестра из Барнаула, которая узнала о случившемся лишь пять дней назад. Оказывается, помимо проблемы с крышей, жительница поселка Новая Зори своевременно не получала инсулин. Сестра вынуждена была обратиться в соцсети и прокуратуру Павловского района. Инсулин женщине оперативно выделили. На рассмотрение заявления в прокуратуре обычно дается 30 дней. Но в ситуации с крышей вопрос нужно решать гораздо быстрее. Не исключены оттепели. Обе женщины ждут решения, а пока без тазиков не обойтись. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком. Продолжение следует...